Главред, Украина. Чего ждать Украине от саммита Большой Двадцатки? Тарас Загородний. Главред, Украина. 27 июня 2019 года. Можно долго гадать, какие вопросы, связанные с нашей страной, будут обсуждать Путин и Трамп, однако наверняка узнаем позже. Мы не можем точно знать повестку дня их переговоров, поскольку круг тем для обсуждения у американского и российского президентов значительно шире, нежели только украинская проблематика. Так что Украина – всего лишь один из вопросов, который будет проговариваться. Однако, в любом случае, не стоит ожидать каких-либо прорывов в урегулировании ситуации на востоке Украины в результате встречи Путина и Трампа на полях саммита ГА-20. Разве что будет возможно некоторое продвижение в вопросе освобождения украинских моряков, которых Россия захватила в плен в Черном море и вблизи Керченского пролива. Тем более, уже есть юридические основания для урегулирования ситуации с ними, и есть решение Международного трибунала, который признал, что украинские моряки должны быть освобождены и возвращены назад, в Украину. Потому Трамп может оказать некоторое давление на Путина по данному вопросу. Кардинальных изменений и прорывов в решении украинских проблем ждать не стоит. Прежде всего, из-за того, что Россия не изменила ни свою тактику, ни стратегию в отношении Украины, а на Донбассе продолжают стрелять. Так что встреча Путина и Трампа будет технической, где будут обсуждаться разные темы, среди которых будет упомянута и Украина. Ведь у лидеров США и РФ есть другие, не менее важные, вопросы – Иран, Северная Корея и другие. На примере недавних визитов Зеленского в Европу мы увидели, что он задал тон, который практически не отличается от политики Порошенко. С кем и на какие темы будет говорить президент Зеленский на полях Г-20, посмотрим. Не исключено, что будет развиваться то направление, которое было недоработано во времена Порошенко – китайское направление. Работа в этом контексте последние пять лет у нас не велась. Потому не исключаю, что будут встречи с китайцами и американцами, которые повлекут за собой определенные прорывы и договоренности, связанные с экономической частью. В любом случае, саммит Большой двадцатки – это протокольное мероприятие, после которого начинают работать эксперты. На самом мероприятии могут обсуждаться ключевые вопросы, а последствия этих обсуждений мы увидим не ранее, чем через пару месяцев или полгода. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.